Весна постепенно вступает в свои права, и многим уже хочется с ветерком прохватить по-летнему. Однако расслабляться ещё рано, ведь сухой асфальт может неожиданно смениться наледью, а под лужами скрываться яма. Итак, больше всего дорожных проблем в это время возникает из-за суточных перепадов температуры. Поэтому особенно внимательными нужно быть в утренние часы, когда подмёрзшая трасса ещё не оттаяла. Причём на вид асфальт может быть вполне сухим. И только когда вы начнёте тормозить или маневрировать, почувствуете тонкую плёнку льда. Тут главное без паники. Запрещается делать резкие движения рулём вот такого образа, да. То есть нам нужно повернуть, делаем корректировку плавным, аккуратным движением. И стараемся, чтобы выворот колёс у нас был не больше 45 градусов, чтобы переднюю часть автомобиля не ушла в снос. Тормозить лучше двигателем. Для этого отпускаем газ и сбрасываем передачи вниз. Ещё одна весенняя примета – большие лужи. Опасность в том, что мы не знаем их глубины и что скрывается под водой. А там может быть всё, что угодно. Яма, открытый люк, торчащая арматура. Поэтому заранее нужно думать, что под водой всё это есть. И скинуть скорость до разумного минимума 10-15 км в час. Если кто-то проезжает лужу впереди вас, присмотритесь. Так можно понять глубину и вычислить возможные изъяны полотна. После проезда водной преграды слегка нажмите на тормоз и двигайтесь так 20-30 метров, чтобы просушить колодки и диски. Но и тонкий слой талых вод на дороге может быть опасен. Если перебрать со скоростью, легко поймать эффект аквапланирования. Алгоритм действий тут почти такой же, как на льду. Ни в коем случае не крутите рулём. То есть руль должен у нас находиться в прямолинейном направлении. И торможение осуществляем только при помощи двигателя. То есть либо просто отпускаем педаль газа, либо включаем пониженную передачу для большей эффективности торможения. За городом ранней весной можно попасть и в рыхлую снежную кашу. Такие участки преодолеваем на ровном газу. Если начали пробуксовывать, немного покачивайте рулём в стороны, чтобы передние колёса расчищали себе дорогу. И помните, пока улицы не просохли, вас в любой момент могут окатить водой. Поэтому смените дворники, а в багажник положите запас омывайки. И не забывайте про оптику, в том числе заднюю. Ведь нас тоже должно хорошо быть видно.